Сбор и пара минут на дорогу максимум 20. Водитель кареты скорой помощи в Бахчисарайском районе точно контролирует тайминг. От Редвана Усманова зависит, насколько быстро медики приедут к пациенту. Мы начинаем с Холмовки и под перевалом Залесная. И с этой стороны, правая сторона Айпетри и Многоречия Счастливая. Это самые отдаленные наши точки, которые стараемся зимой и летом успевать. Одна подстанция обслуживает больше 20 сел в Бахчисарайском районе. К двум пунктам базирования скорой помощи в Вилино и Почтовом сегодня прибавился еще один – в Куйбышево. Его собрали за 14 дней. По федеральной целевой программе на объект выделили около 18 миллионов. На протяжении многих лет подстанция скорой помощи базировалась в этой сельской больнице. Помещение арендовывали, по словам медиков. Кабинеты старые, работать в таких условиях было тяжело. В основном открывают новые модульные пункты на месте базирования старых. Это рационально. Здорово. Мы очень рады, что наш коллектив Бахчисарайского района переедет в новое помещение. Сейчас все у нас стандартизировано, все соответствует требованиям. На смену Ветхому – комфортабельный комплекс, служебные помещения, комнаты отдыха для персонала, санузел и гараж. Это наша комната допуска водителей. Она еще не оборудована. Но буквально со следующей недели здесь мы будем принимать утречком наших водителей, допускать их к работе. И после смены также проводим послесменный осмотр, отпускаем. Работают посменно две группы почти готовы. И это машина скорой помощи. Будет установлен дефибриллятор, аппарат ИВЛ, аспиратор, все укладки, акушерская, детская, реанимация. В Крыму 42 пункта скорой помощи построили по республиканским и федеральным программам. Следующие две модульные станции откроют в Джанкойском районе. Всего до конца года новых точек на крымской карте появится 10. Эльмас Аблакимова и Сейд Флиляев, телеканал Милет, Бахчисарайский район.